Депутаты Чебоксарского городского собрания встретились с жителями Альгешева и застройщиком микрорайона, чтобы совместно обсудить дальнейшее развитие жилого комплекса. Численность жителей этого микрорайона превышает уже 20 тысяч. В основном живут здесь молодые семьи с детьми. Их интерес к покупке квартиры в Альгешево понятен. Строят здесь дома эконом-класса. Правда, кроме доступной цены на жилье, у населения есть и другие приоритеты. В 63-й школе учатся 326 школьников. Три первых класса, три вторых. Но вот уже в этом году ожидается 115 первоклассик. Их необходимо распределить в 5 классов. И это уже проблема для учителей и родителей. Давай только 3 класса. Четвертый, вроде, когда не будет, потому что классов свободных нет. И вот второе, что у нас деток, идущих в первый класс, здесь порядка, сказали, на 5-6 классов набирается. Да, вроде бы. Вот. Поэтому, в частности, я озадачена этой проблемой. Почему? У меня ребенок должен жить в первый класс. Вот куда я его должна отдать? Как отмечает сам застройщик, проект микрорайона выдержан на 90%. Там, где должны быть дома, они построены. Да, действительно, остался открыт вопрос детского дошкольного и школьного образования, медицинского обслуживания и не хватает торговых площадей. Впрочем, строительная компания свои ошибки признает и предлагает жителям самим выбрать вариант, более удобный для них самих. Зоны дошкольных учреждений выделялись две. А школа предполагалась вот на этой территории с использованием вот этого здания. Правда, появляются сложности в любом случае. Один из вариантов, где предполагают построить школу, неприемлем. Там не помещается стадион. Два варианта. Первое. Застройщик приняли участие в засыпке оврага, а уже город возьмет на себя строительство школы. И второй вариант. Значит, действующая школа. Есть возможность. Была территория такая болгарстроя, где находились вагончики строительные. Сейчас они каким-то образом люди их приватизировали, но они с удовольствием готовы переехать из этих балков и вагончиков. А застройщик, мы считаем, должен, как второй вариант, взять на себя расселение этих граждан и эту территорию выделить под школу. Вопрос с детским садиком тоже нужно решать. Его строительство зависит от того, где будет школа. Не остался без внимания и вопрос здравоохранения. Сейчас необходимость не только в объектах образовательных учреждений, но и там нужна, в общем-то, больница. Там сегодня есть офис врача общей практики, который очень сильно загружен. И поэтому сейчас надо, конечно, принимать такие решения. В первую очередь, чтобы было учреждение здравоохранения в этом месте. На уровне города мы будем решать по детскому саду, по школе, а уже Министерство здравоохранения и социального развития будет думать о медицинском учреждении. Выехав на место, депутаты убедились, где и что нужно строить. Теперь вопросы можно будет рассмотреть уже на заседаниях постоянных комиссий городского собрания. Данифа Тагирова, Евгения Анисимов, Республика.